Путинский, русофобский, антигосударственный режим От него все что-то ждут, но никак не могут дождаться, и в России от него тоже много чего ждали, но не дождались ровным счетом ничего, кроме продолжения ельцинской политики грабежа, кроме демонстрации полной несуверенности российской власти, которая зависит от каких-то закулисных группировок. И то и дело публично им кланяется, как, например, кланяется Путин Берлазару, который приезжает из-за рубежа и представляет совершенно чуждую нам религиозную традицию и чуждые нам политические представления. Он похлопывает Путина по плечу и хвалит его за то, что евреям в России живется очень хорошо. Ну, может быть, каким-то евреям, определенному типу евреев, может, живется очень хорошо. А всем коренным народам в Российской Федерации живется крайне плохо, и Российская Федерация – это не Россия, это не русское государство и даже не государство, а просто оккупированная территория, над которой властвуют закулисные силы, издевающиеся над народом и стремящиеся к его полному уничтожению, к его полной деградации и исчезновению из истории. Ярким событием последнего времени стали выступления противников так называемой «реновации», очередному преступному замыслу, который созрел в недрах Кремля и реализуется сегодня воровской московской властью, которая ворует еще больше, чем при Лужкове. Собянин стал реализатором уже публичных действий антиконституционных, направленных против основ права, против основ российской государственности и российского конституционного и государственного права. Разумеется, он опирается на поддержку Путина, и кто думает противопоставить Путина и Собянина и снять Собянина с должности усиленным воздействием на Путина и жалобами в администрацию президента, тот глубоко ошибается. Путин и Собянин реализуют абсолютно одну и ту же политику. Собянин является ставленником Путина, его ближним боярином. И вот это попрание прав в собственности, попрание государственного управления, попрание конституционной нормы, что никто вас не может лишить вашей собственности, кроме суда, и суд должен действовать при этом по закону, Но все это является следствием определенной политики нынешнего оккупационного режима. Массовое, можно сказать, восстание против попытки Собянина переложить кризис в строительном комплексе, который ему достался от Лужкова, самая воровская структура, наверное, в России после топливно-энергетического комплекса, вызвало бурю протеста. Потому что эти люди хотят снести значительную часть города, целыми кварталами сносить и застраивать элитным жильем для того, чтобы в Москву могли переселиться самые богатые люди даже со всего мира. Им должны быть устроены самые комфортные условия. А беднота должна переселиться на окраины столицы, в так называемую Новую Москву, на периферию, и, в общем-то, туда стягиваются жители и всей остальной страны, которая должна быть освобождена для топливно-энергетических гигантов, которые должны все кругом раскопать и сгадить природу, пренебрегая всеми стратегическими интересами страны и народа, и обогатиться, невероятно обогатиться в течение одного поколения, и угробить страну, чтобы не перед кем было отвечать, чтобы никто не мог возбудить уголовные дела, никто не мог арестовать и востребовать украденное у воров. Это является целью путинского режима. Кто думает, что Путин замышляет что-то другое, что у него есть в загашнике какие-то планы, кто верит хоть единому его слову, фактически становится соучастником этого преступного режима. В частности, в Москве тот, кто поддерживает Путина, тот поддерживает и вот эту реновацию за счет городского бюджета. Мы все с вами должны почему-то заплатить за переселение людей. Понятно, когда тратятся бюджетные средства для реконструкции пришедших в упадок зданий. Понятно, когда расселяют, а потом сносят аварийное жилье, ветхое жилье, которое утратило возможность восстановления. Но когда хотят сносить жилье, которое вполне можно и отреставрировать, и отремонтировать, и когда пытаются целыми кварталами сносить город, это преступление. Точно такое же, как и образование новой Москвы, вопреки конституционной норме, когда изменение границ субъектов федерации требует референдума. Никакого референдума не было. Сейчас же пытаются голосованием решать все эти вопросы, как будто бы у нас собственники квартир не являются реально собственниками, и по воле каких-то там голосовалок, поставленных на портале «Активный гражданин», можно решить, сносить дом или не сносить. Собственник никому не перепоручал свое право распоряжения этой собственностью. Если он захочет, он такое распоряжение может выдать. Но чтобы кто-то за него голосованием решал, как ему быть, сносить, не сносить, переезжать, не переезжать, это, конечно, попрание всех конституционных норм. И дело не в том даже, что кому-то важно снести дом, кому-то не важно снести дом. Важно, что сам принцип законности попирается. Да, люди вышли 14 мая, вышли массово, вышли на митинг. Но до этого Собянин провел свой митинг, более многочисленный, более многочисленный, потому что люди на этом митинге стояли гораздо плотнее. И это рабы олигархии, это всякого рода бюджетники и сотрудники ЖКХ, которым просто предписано было выйти и поддержать Собянина, чтобы он сносил как можно больше домов. И, естественно, туда побежали рабы, которые хотели, используя беззаконие, получить для себя какую-то выгоду. Они требовали, снесите, снесите наш дом, и вообще все сносите, и мы только рады поддержать это беззаконие. Потому что нам прибыток. По телевидению прямо показывают и говорят, вот в Хрущевке стоимость квартиры 15 миллионов рублей, а такая же квартира в новостройке будет стоить 50 миллионов рублей. Позвольте, а с какой стати подарок делается кому-то из бюджета города, не спрашивая никого, кто дал право Собянину решать вопрос о сносе и постройке нового жилья и о дарении прежних собственников новой собственностью гораздо более дорогой. Это захватывает весь город, не только тех, кто решает вопрос, сносить им свой дом и переселяться на новое место или нет. Это захватывает всех. Собянин хочет сделать колоссальный подарок стройкомплексу. Вот эта разница в цене между старой квартирой и новой, это, казалось бы, подарок кому-то, каким-то семьям москвичей. Но реально, когда покупают за 50 миллионов рублей какую-то квартиру для передачи в бесплатное пользование, это выплата из бюджета в карман вот этому варью, которая была образована еще Лужковым, головой строительного комплекса Ресиным, которого потом отправили в Совет Федерации доживать. Очень почетный такой гражданин, один из организаторов Российского еврейского конгресса. Вот такие люди преступным образом пытаются сломать вообще систему законности, и мы должны выступать против этого, поэтому и поддерживать движение против так называемой реновации. И разоблачать вот все эти демонстрации, митинги рабов, которые уже так организованно проводит московская власть, да и власти в других регионах. Рабы с шариками или рабы без шариков, или шариковые рабы. Все это технология оккупационной власти, которой мы должны противостоять. А для этого мы сами должны выходить на улицы. И не только с требованиями, которые касаются своих собственных шкурных интересов, каких-то отдельных категорий, например, тех, кто не хочет сносить дома и намерен проживать в своих квартирах и далее. Но в целом необходимо выдвигать политические лозунги. Это прежде всего по данному вопросу отставка Собянина и всей его команды, не только Собянина, всей группировки, которую он привел с собой, который остался от Лужкова. То есть полной смены власти в столице. Второе – это отставка Путина. Не просто отставка, а снос всей его команды. Если этого не будет, никакого Собянина Путин не собирается снимать. И не будет этого делать. Он даже Чубайса не отстраняет от должности в Роснано и не расследует его деятельность. И говорит, ну как это так утверждать, что Чубайс что-то там украл, мы так делать не будем, у нас нет конкретной фактуры. У нас, у всей страны фактура есть, у Путина нет. Разве мы не видим конкретного противостояния Путин и весь остальной народ? Оно было всегда. Но почему-то многие люди, наверное, от той дебилизации, которую приносят в мозги средства массовой информации, не понимали, что это противостояние фундаментально, что оно будет всегда, и воровство при Путине будет всегда, сдача национальных интересов будет всегда. И всегда чиновник при Путине, путинский чиновник, будет врагом гражданина. Потому что он выполняет не норму закона, а распоряжение начальства. И сам закон уже превращается в инструмент подавления общественной, политической активности граждан и прав граждан. Потому что закон принимается халуями этого режима. Они же этих халуев и нанимают, имитируя выборы, которых на самом деле нет. Нет. 14 мая прошел масштабный митинг по разным оценкам от 20 до 60 тысяч. Я думаю, что 60 тысяч – это сильно преувеличенная цифра. Но все равно это большое количество в сравнении с политическими акциями русского движения. Конечно, вот такое деполитизированное действие кажется многочисленным. Но оно не организовано, оно не имеет планов, оно не имеет лидерства, оно не имеет опыта реализации той поддержки, которая оказана гражданами, вышедшими на площадь. Зато эти люди, которые инициировали этот митинг, они остаются для нас неизвестными, их фамилии не звучат. Попали под влияние либерастов, которые тут же оказались рядом. Яблочники – отчаянные враги российской государственности и русского народа русофобы. И открытая Россия – Ходорковского, одного из олигархов, которого собственная среда решила сожрать. И теперь вот он пытается и каким-то образом отомстить. Если вы будете в рамках мировоззрения этих людей действовать, то провал будет таким же стратегическим, как и ранее. Вы поддерживали Путина – очевидный стратегический провал. Будете поддерживать Ходорковского и Явлинского – тоже будет стратегический провал. Хорошо, если вы разочаруетесь быстрее, если этот провал наступит мгновенно. Плохо, если вы поможете этим людям захватить власть, а все к этому идет. Навальный, Ходорковский – вот они должны заместить путинскую администрацию. И тогда провал будет чудовищный. Лучше быстрее разочароваться, лучше быстрее понять, каковы цели этих людей и не идти за ними. Только с национальным русским освободительным движением гражданские активисты могут прийти действительно к каким-то фундаментальным результатам. Защитить свою собственность, защитить сам принцип права, добиться того, чтобы была принята настоящая народная конституция. Двумя третями избирателей, а не одной третью, как была принята, даже меньше одной трети, как была принята Ельцинская конституция. То есть на самом деле не была она принята, и сейчас живем мы непонятно как. И даже эту конституцию ни Путин, ни все его халуи, всех уровней не желают соблюдать. В суде просто смеются, когда ты ссылаешься на норму конституции, которая считается документом прямого действия. Никто не собирается в тех же судах соблюдать правила. Ну вот на этом митинге 14 мая я дурно отношусь к Навальному и всей его деятельности. Считаю, что это человек, который в темную или осознанно играет только в интересах Путина. Потому что помог уже Собянину выиграть выборы в Москве, а теперь помогает выиграть выборы Путину. Ну вот он появился на этом митинге в толпе, и полиция его скрутила и вывела с митинга. То есть здесь налицо состав преступления по соответствующей уголовной статье воспрепятствования гражданину участия в общественных массовых мероприятиях. Это преступление. Вы думаете, кто-нибудь будет действовать, чтобы это преступление было наказано? Нет ни в коем случае. Потому что у нас и московская милиция привыкла к беззаконию, и она проявляется постоянно и везде. То, что называется милиция общественной безопасности, это просто организованная преступная группировка. Ну и центр противодействия экстремизму. Естественно, вся его инфраструктура – это организованная преступная группа. Я надеюсь, что в ближайшее время режим сменится, и все, кто входил в эти структуры, будут подлежать либо немедленному аресту, либо, по крайней мере, возбуждению уголовного дела и расследованию того, чем занимались эти люди на своих постах. И все эпизоды их преступной деятельности должны быть расследованы. Все они должны получить, как минимум, большие сроки заключения в колонию, желательно строгого режима, и желательно с теми самыми уголовниками, которых они, собственно, и наплодили в России, и прикрыли нормой закона то, что мы все, нормальные люди, считаем преступлением. На митинге против реновации была принята резолюция против сноса Москвы в защиту прав частной собственности. Дело не в частной собственности, дело в защите закона, гражданских прав. Они нарушаются повсеместно, а реновация – это просто один из элементов этого нарушения. Мы все находимся под давлением беззаконного режима, который беззаконными методами удерживает власть и беззаконными методами лишает нас и собственности, и права на политическую деятельность, и вообще права на какую-либо деятельность, в том числе и на предпринимательскую деятельность, которая сейчас раздавлена, и от этой деятельности мало чего осталось. Осталась только бюрократическая группировка, которая просто пожирает нашу страну, залезает в наш карман разными методами, объявляя их законными. Вот это главное. Требование резолюции – отклонить во втором чтении законопроект о реновации, как нарушающий Конституцию Российской Федерации и федеральное законодательство. В качестве второстепенного пункта это можно принять. Участники митинга выразили недоверие правительству Сергея Собянина, которое дискредитировало себя столь безответственной и некомпетентной политикой и проектом федерального закона перекладывает ответственность за свои действия на федеральный уровень власти. Совершенно верно, кроме Собянина, надо было бы сказать, конечно, и про Путина. Протестующие также требуют отмены неправового голосования на портале «Активный гражданин» на отмены постановления правительства Москвы о правилах учета мнений москвичей по программе реновации, как не имеющей юридической силы. Совершенно правильно. Портал «Активный гражданин» – это просто фальшивка. Просто фальшивка. Там нет никакой системы голосования, там есть только система подтасовки. Они на выборах фальсифицируют все подряд, и здесь тоже совершенно не стесняют себя ничем. Любые подтасовки для них – это норма. Следующее требование в публичном диалоге с гражданским обществом доработать существующие законы, в рамках которых будут расселены жильцы аварийных и ветхих домов, коммуналок и общежитий. Существующее законодательство вполне позволяет работать с аварийным и ветхим фондом, расселяя людей, не нарушая Конституцию. Федеральные законы отмечаются в документе. Действительно, никакие законы не нужны. Достаточно действующих законов, их только надо исправлять в пользу граждан, а не в пользу чиновников. Поэтому весь этот закон о реновации, это фактически явка с повинной Сергея Собянина и его группировки, в том, что они противодействуют москвичам в реализации их интересов, всеми доступными им беззаконными средствами. Также граждане выступили за широкое обсуждение будущего генплана Москвы с общественностью, недопустимостью уничтожения зеленых насаждений и городской среды обитания ради новой застройки, введение в Москве ограничения на этажность новой застройки. Ну, еще хотелось бы, чтобы был затронут пункт о миграционной политике. Нам здесь мигранты не нужны вообще, ни один. И беззаконно розданные паспорта, как мы узнали, после теракта в Санкт-Петербурге, эта практика имеет широкое распространение. Все эти раздачи паспортов должны быть пересмотрены. Лица, которые позволили себе раздачу паспортов иностранцам, должны быть наказаны самым суровым образом, потому что они выступили против государственного порядка управления, против национально-государственных интересов России. Небольшой скандальчик в правящем доме. Ельцин-центр, как вы знаете, был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. На его открытии присутствовал президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, а также известные политики, деятели культуры, люди, близко знавшие так называемого первого российского президента, проходимца, алкоголика. Ради него и был построен этот центр. Сведомо Владимира Путина и на наши с вами деньги. Как будто мы души не чаем в этом негодяи. В конце прошлого года Никита Михалков, известный придворный кинематографист, раскритиковал деятельность Ельцин-центра, в котором, по его словам, ежедневно происходит инъекция разрушения национального самознания людей и предложил изменить характер его деятельности. Ну так, скромненько предложил. Это выступление вызвало общественный резонанс. Вдова первого президента Наина Ельцина заявила, что глубоко возмущена этим заявлением. Ну, конечно, паразитировать на разрушение российской государственности – это норма. А усомниться в том, что Ельцин вообще имеет право на какое-то посмертное прославление – это, наверное, что-то такое аморальное. Я-то считаю, что абсолютно аморальным вообще даже транслировать хотя бы одно слово Наины Ельциной как соучастницы разрушения нашего государства, которая поддерживала во всем своего мужа-алкоголика. Затем Михалков посетил лично Ельцин-центр и сообщил, что своего мнения он не изменил. 23 декабря прошлого года Путин высказался за снижение градуса дискуссии. Как будто эта дискуссия вообще кого-то волнует и как будто неясно, на чьей стороне находится общественное мнение. Конечно, Ельцин-центр должен быть закрыт, памятник Ельцину должен быть разрушен. Все материалы и весь этот мусор, который они там собрали в этом здании, должен быть передан в музей преступлений ельцинизма. А все прославляющие документы просто нужно ритуально сжечь где-нибудь на площади. Так вот, Путин сказал, что дискуссию вокруг Ельцин-центра надо как-то пригасить и интерпретации истории в его экспозиции тоже как-то изменить. Вместе с тем, он, отвечая на вопросы журналистов на ежегодной конференции, высказал мнение, что какие-то вещи там следует более точно подать. То есть такие обтекаемые формулировки, чтобы не сказать ничего. Ну, Путин же прекрасно знает, как относится народ к Ельцину. Ну, поэтому вот такие формулировочки вроде и вашим, и нашим. И закулисной семье, которая превратила его из серой мыши, из моли, в президента Российской Федерации, надо как-то отдать должное. И с народом вроде не вступить в серьезные противоречия. Поэтому вот такие обтекаемые, подлые, я бы сказал, формулировочки. Дальше процесс разгорелся. Представители Ельцин-центра на днях решили извиниться перед Европейскими музеями за комментарий Никиты Михалкова, очередной комментарий, в котором он сравнил премию, полученную музеем, премию, награду, лучший Европейский музей 1917 года с наградами Третьего рейха. Идиотское, конечно, сравнение, но тем не менее в чем-то оно и правильное. Но вот Ельцин-центр и его сотрудники как-то очень сильно возмутились. И они в каком-то воззвании в адрес европейских музеев написали. Кизмир-режиссер, по сути, позволил себе оскорбительное высказывание не только в адрес Ельцин-центра, но и в адрес прекраснейших европейских музеев, которые на протяжении 40 лет побеждали в этом конкурсе. Режиссеру даже не пришло в голову поинтересоваться, что именно представляет собой конкурс «Лучший европейский музей» и какие проекты были удостоены высоких наград, как можно сравнить награды этим музеем и нашу историю с железным крестом от вооруженных сил нацистской Германии. Да можно сравнивать, можно, потому что та самая Европа породила Гитлера и его эти железные кресты. Главное исторический результат, который привел к колоссальным многомиллионным жертвам. И Ельцинизм тоже привел к многомиллионным жертвам, прежде всего, среди русского населения России. И Гитлер тоже, когда пришел в Россию, кто уничтожался на оккупированных территориях массовым порядком? Тот же русский народ. Поэтому аналогия-то совершенно правильная. Ельцинисты и гитлеристы где-то очень близки по своим морально-нравственным и мировоззренческим установкам. А что касается каких-то там европейских наград, европейских премий, то они специально для того и делаются, чтобы награждать наряду с достойными и предельно недостойных. Вот, например, Ельцин-центр. Это не просто музей, это, можно сказать, клеймо на России. Что Россия является несуверенным государством, что с ней можно делать все, что угодно. И что самый мерзкий правитель, который был, наверное, за всю историю, ну, может быть, после Путина, получает посмертную награду в виде такого вот колоссального сооружения и колоссального памятника. В пресс-релизе Ельцин-центра сказано, как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны. Участники конкурса, а также все наши коллеги по музее на работе могут быть уверены, большинство граждан нашей страны относятся к их просветительской миссии с огромным уважением. Никакого уважения у нас ни к этой премии, ни к Ельцин-центру, ни к получившим эту премию музеям просто нет. Да, мы можем заходить в европейские музеи. Некоторые из них, особенно посвященные древней истории, я это хорошо знаю, великолепны. Но когда некая комиссия награждает Ельцин-центр, она перечеркивает все. Стоимость этой награды отрицательная. То есть это действительно как награда предателю. И награду предателю получил Ельцин-центр. Я не поддерживаю Никиту Михалкова как человека абсолютно бездарного в области кинематографа, абсолютно бездарного. Как человека, который превратился в придворную сволочь, обслуживающую Путина. Не поддерживаю. Но в данном случае он оказался абсолютно прав. Раньше он обслуживал ельцинизм, теперь обслуживает путинизм. И от ельцинизма он отказывается примерно так же, как отказывается Путин. Но Путин повязан с семейкой Ельцина, поэтому не может об этом говорить напрямую. А Михалков не имеет никакой связи с этой семьей, поэтому легко может сказать то, что он думает. Ну а думает он то, что выгодно Путину. Путину выгодно как-то отстроиться от ельцинизма и представить дело так, как будто сегодня на дворе не ельцинизм. Так вот, сегодня на дворе ельцинизм, потому что Путин продолжил дело Ельцина. Путин построил Ельцин-центр, возвел этот памятник и прославил Ельцина, как он думает, вовеки. Но я уверен, что русская власть снесет просто под корень все, что понастроил Путин в виде вот этих памятников нашему позору. И мы, стирая этот позор, сотрем все то, что связано с Ельциным, все то, что связано с Путиным, никаких этих памятников. Памятник Жириновского там где-то еще стоит, тоже под корень. И ничего не останется от них, ничего. Я абсолютно уверен, что народный гнев будет таков, что он сотрет может быть много чего и лишнего. Но уж точно он сотрет весь ельцинизм и весь путинизм. Фальшивые депутаты. Это у нас дело обычное. У нас практически все депутаты фальшивые. Редко найдешь человека, который действительно от народа и выступает в интересах народа. Бывший следователь Следственного управления России Игорь Степанов подал в суд на премьер-министра Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собядина. Поводом для иска стал отказ от мандатов депутатов Государственной Думы, которые возглавляли на выборах в списке Единой России. Игорь Степанов напомнил, что Дмитрий Медведев и Сергей Собянин выступали в качестве кандидатов-паровозов на выборах в Госдуму. Они также рекламные кандидаты и кандидаты-проходимцы, как я бы их назвал. Они были включены в партийные списки для привлечения избирателей, однако на самом деле работать в парламенте не собирались. То есть пошли на заведомый обман. Ну и вся партия Единая Россия, весь путинизм – это сплошной заведомый обман, иногда объявленный просто открыто. И в данном случае те, кто голосовал за Единую Россию или просто даже ходил голосовать, они были рады обманываться тому, что было, в общем-то, очевидно. Нас обманывают. Обманывают открыто. Но вы все равно тащитесь на эти выборы, которые заведомо фальсифицированы с фальшивыми кандидатами в депутаты. Например, Медведев и Собянин открыто показывали, что они не собираются работать в парламенте, а вышли и за них голосовали. Степанов считает, что в действиях премьера и московского мэра имеются признаки преступления, предусмотренного статьей 141 Уголовного кодекса, воспрепятственное свободному осуществлению гражданинам своих избирательных прав, соединенное с обманом совершенной группы лиц по предварительному сговору и за использованием своего служебного положения. Абсолютно так. По этой статье можно судить практически всех депутатов Государственной Думы от «Единой России». Скорее всего, из других фракций. Бывший следователь отметил, что в данном случае партии власти была применена манипулятивная избирательная технология. Степанов напомнил, что, например, в 2007 году список «Единой России» возглавлял президент Владимир Путин, который депутатом не стал. В 2011 году список «Единой России» возглавлял тот же Дмитрий Медведев и тот же Сергей Собянин. Партия набрала большинство голосов, но паровозы списка от мандатов отказались. Аналогичная ситуация была на выборах Госдумы 2016 года. То есть систематический и многолетний обман избирателей. Причем нескрываемый. «Узнав, что Дмитрий Медведев и Сергей Собянин, за которых я голосовал, так пишет бывший следователь, в очередной раз нарушили свои обещания стать депутатами, я обратился в ЦИК России с просьбой установить, планировали ли данные лица переходить в Госдуму, либо изначально имели умысел на получение моего голоса с использованием обмана, выдвинувшись в качестве кандидата в проходимцев», — сказал Степанов. В ЦИКе предостерегли экс-следователя от использования оскорбительных выражений, под которыми именовались в виду такие слова, как «умысел», «обман», «кандидаты-проходимцы» и так далее в отношении Медведева и Собянина. То есть еще и угрожают подлецы. Для нас вполне понятно, что при изменении власти Собянин и Медведев будут привлечены к ответственности и будут посажены в тюрьму не только по этой статье, которая упоминается в том материале, который я пересказываю, но и по многим другим. Я думаю, для начала будет арест, а потом уже расследование в комплексе всей их деятельности, в том числе и многолетнего обмана избирателей. В нашей стране существует варьё астрономическое. В астрономических масштабах воруют деньги. Экс-президент правления Внешпромбанка Лариса Маркус отправится в колонию общего режима на 9 лет за мошенничество и присвоение денег на общую сумму 113 миллиардов рублей. 113 миллиардов рублей. Это действительно астрономическая сумма. И как это мимо глаз прокуратуры, Центробанка, различных финансовых институтов прошло такое массовое воровство? Прошло, потому что все они находятся в сговоре. Но вот сейчас как-то пришло время. Видимо, решили нагреть одних для обогащения других. И для этого лопнул один из крупных банков. На 113 миллиардов рублей зависли деньги. Фактически они украдены. С 2009 по 2015 год по версии обвинения в руководстве банка действовала преступная группа под руководством Маркус и её брата Георгия Беджамова. Он также проходит по делу обвиняемым, но успел скрыться за пределы нашей страны. Одна схема включала фиктивные кредиты для физических лиц. Они были оформлены на несколько десятков человек, многие из которых об этом и не подозревали. Таким образом, руководство банка вывело 5 миллиардов рублей. Вторым способом было снятие денег со счетов клиентов банка под видом расходных операций. Пострадавшие вкладчики при этом не знали о состоянии своих счетов, поскольку выписки для них тоже фальсифицировались. Так банк похитил 7 миллиардов рублей. Остальные 101 миллиард рублей преступники вывели более чем через 200 фирм-однодневок, которым выдавались технические кредиты. Привлекать вип-клиентов в банк помогал Александр Зурабов, известный финансист, экс-глава Аэрофлота и банка Минотеп, брат российского посла на Украине бывшего министра здравоохранения и инициатора монетизации льгот Михаила Зурабова. Один Зурабов, другой Зурабов, оба преступники. Ему принадлежало, кстати, 8% собственности банка, а Маркус только 7,5%. Известно также о дружбе Маркус с Александром Жуковым, вице-спикером Государственной Думы, бывшим министром правительства, бывшим председателем Государственной Думы по бюджету, тоже преступником, и членами его семьи, в частности его женой. Сын Жукова ранее работал вице-президентом банка, хотя считает, что это была форма стажировки всего-навсего. Сам Александр Жуков только признал наличие депозита во внешпромбанке. В 2011 году, согласно декларации Жукова, он держал на счетах этого банка 2,7 миллиона. Немного. Обычно держит небольшую сумму в том же самом банке, где на подставных лиц оформлены десятикратно или стократно большие суммы. Каждый год банк устраивал праздник на свой день рождения, так называемый, на вечеринке, можно было встретить вице-премьера Аркадия Дворковича. По данным Форд, складчиками внешпромбанка были также жена министра обороны Сергея Шойгу, то есть деньги Шойгу, и взят главы транснефти Николая Токарева Андрей Болотов. Банки держали в свои счета Олимпийский комитет России, а также там зависло полтора миллиарда рублей Московской патриархии. Посмотрим, кто держал из ВИП-персон свои деньги во внешнепромбанке. Владимир Груздев, бывший губернатор Тульской области и член его семьи, примерно 16 миллионов. Владимир Резник, бессменный депутат Государственной Думы, соучаствующий во всяких жульнических операциях по бюджету. Екатерина Жукова, супруговица спикера Госудумы. Сам Александр Жуков, Наталья Бурыкина, депутат Государственной Думы, Андрей Болотов, зять главы транснефти, Сергей Иванов-младший, старший вице-президент Сбербанка, Наталья Квачева, супруга вице-премьера Дмитрия Козака, Юрий Николаев, телеведущий, потерял все деньги в этом банке, Светлана Сорокина, телеведущая, Марина Шойгу, супруга министра обороны Сергея Шойгу, и крупные структуры. Новороссийский морской порт, который нагрели на 250 миллионов рублей, транснефть нагрели на 9 миллиардов рублей, Олимпийский комитет на 8,5, в ГУП глав УПДК при МИД РФ 6 миллиардов, сварочно-монтажный ТРЕС 3,5 миллиарда, страховая компания МАКС 2,5 миллиарда, Русская Православная Церковь, как уже сказано, было 1,5 миллиарда, ФК-система 900 миллионов рублей, колоссальные суммы были похищены. Я думаю, что может быть и сведомо всех этих структур, потому что таким образом деньги и отмываются, что создаются вот эти фирмы-однодневки, и уводятся деньги, может быть, в пользу руководителей вот этих структур, которые решили собственность акционерную превратить в свою собственную личную, в свой личный капитал. Маркус была арестована в декабре 2015 года. После того, как собственный капитал вне Шпромбанка резко сократился, банк не исполнил обязательства на сумму порядка 18 миллиардов рублей, а его клиенты столкнулись с трудностями при получении вкладов. Незадолго до этого в учреждении была введена временная администрация, а в январе 2016 года у банка отозвали лицензию. Форбс писал о яхтах Биджамова, сообщника Маркус, его доли в элитном пятизвездочном отеле, в Швейцарии элитной недвижимости в Европе, США. Как следует из иска одного из кредиторов, Внешпромбанка Маркус принадлежит 8 компаний в Нью-Йорке, владеющих недвижимостью в разных районах города. Вот интересно, что летом 2016 года задолженность банка перед кредиторами составляла не менее 215 миллиардов рублей, а спустя два месяца эта задолженность насчитывала уже 230 миллиардов рублей, то есть еще 15 миллиардов рублей, когда уже контроль над банком осуществлялся, еще куда-то утекло. Из этого следует насущная необходимость национализации банковской системы, ареста всех без исключения банкиров, руководства банков, собственников банков и крупнейших вкладчиков. Это и будет контингент изменников и воров, без заключения которых под стражу в полном составе. Мы не имеем шанса ни выжить как народ, ни сохраниться как суверенное государство. А если сделаем это, тогда и установится русская власть, справедливость и закон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова